Вы плохо читали закон, вы вольной, вы трактируете. Нет, мы не вольну. Нет, вольну, потому что, там совершенно четко написано, от группы лиц за три дня, от организации, Валентина Вячеславовна подписалась как председатель организации. То есть это заявка от организации. Которая не имеет юридического лица. А это... Мы не имеем юридического лица, поэтому мы не организация. Вы можете сейчас говорить все, что угодно. Значит, решение, которое приняло городское поселение, то есть сельское поселение, оно совершенно четко и ясно было не введено до вашего руководителя. А вопрос можно задать? Нет, пока нельзя, я сейчас разговариваю с... Вы разве видите массовое какое-то пикетирование? Я сейчас говорю о том, что сейчас проходит пикетирование. Одиночно. Одиночно. Одиночно пикетирование. Одиночно. Вам предлагается свернуть пикет и предотвратить... У нас одиночная пикетирование, я от нас стою. Хорошо. Меня забирает... Ну то есть вы услышали, что ли? Услышала, но вы... Значит, забирать мы никого не будем. Вот такие вещи, я просто хотел бы, чтобы все понимали. Они проводятся для того, чтобы... Значит, вы диалога не ищите. Вы делаете... Вы знаете, сколько раз узкали диалогов? Вы приглашали губернатора, мы к нему обращались... Вы сейчас делаете действие, делаете действие. Он нас не слышит. Он не хочет с нами разговаривать. Но вы же проводите пикетов. Мы не... Мы же губернатором, мы же здание моего... Одиночное пикетирование. Одиночное пикетирование. Сейчас нам не дают квоты на рыбу. Понятно. Вам квоты никто не отнимал. То, что вы... Не дают нам. Я сейчас скажу, ничего сказать. Квоты у вас никто не отнимал. Значит, то, что ты делаешь, ну это, с моей точки зрения, просто не патриотично. Очень даже патриотично, потому что я полный житель, и я хочу есть рыбу. Я хочу, чтобы мне дали рыбу. Почему я не могу получить квоты на рыбу? Я представлюсь, я являюсь начальником УВД по Лаверскому району. Я помню вас. Ситуация в том, что представитель администрации обратился к нам о том, что уведомление было направлено, но, однако, оно не было выделено. Сейчас вы официально предупреждаетесь о том, что ваше мероприятие, оно незаконно. Я вам объясню, что Валентина Вячеславовна в своем уведомлении написала лозунги, цель мероприятия, плакаты. Вы стоите рядом, в одном месте, плакаты у вас соответствуют заявленному, поэтому я расцениваю это мероприятие, как просто расхождение группы людей. Что вы? Вы нарушаете даже заявление. Мы в заявку подали. Вы группа все-таки? Нет. На данный момент одиночество. У нас было собрание Оргкомитета, который решил не проводить. В одном время. Ни в одном месте. В одном месте. Ни в одном месте. В одном время. Нет. То, что вы разошлись на три метра, это не говорит, что ваши действия не разросли. Поэтому я вас официально... Я напомню небольшой пример. Например, одиночное пикетирование при Ходорковском, да? Все вы знаете, что когда был суд, было пикетирование. Мы не разбираем. Ходорков? Да. И нет, был такой же... Нет, нет. Я просто говорю, вы не перебиваете. Был прецедент по поводу одиночного... Да, я как официальному лицу говорю, одиночное пикетирование, где начальник УВД России сказал, что одиночное пикетирование разрешено. Если вы хотите проводить одиночное пикетирование, определяйте представителя своего. Одиночное пикетирование проводит человек один. Я вам объясняю. У вас стоит группа людей с плакатами такими, которые вы заявили. Соответственно, я расцениваю это и расцениваю представителя администрации как все-таки групповое пикетирование. И обманываться не надо. То, что вы разошлись на расстояние 10 метров, это еще не позволяет вам трактовать свои действия как одиночное пикетирование. И давайте в полемику не вступать. Я думаю, доходчиво все объяснили, документально все подтверждили. Хорошо, мы сейчас другие плакаты нависуем. Каждый человек сейчас... То есть с заявленными плакатами, значит, не будут стоять люди, а будут стоять со своими личными, которые они сейчас делают. Андрей Федорович, вы уже стоите, у вас уже проходит мероприятие. Нет, я подошел к вам. Я вам объясняю, что два человека с плакатами заявленными уже стоят, уже это групповое действие. И уже это вызвало реакцию представителя. Это нарушение статьи 54-го федерального закона. А пикетирование предусматривает, что два и более лица это группа. А групповое пикетирование... Вместе. Групповое пикетирование проводится на основании федерального закона. Одиночное пикетирование, пожалуйста, без уведомлений, без всего. Хорошо. Вы принесли те пролокаты, которые у вас были в групповом уведомлении, и вы продолжаете свои действия. Несмотря на то, что... Ну, если... Плакаты могут... Плакаты нет. Это не было, мы хотим есть рыбу. Поэтому я... Тем более. Тем более. Я пишу сама. Тем более. Я сама, потому что почему нам плот не дает на рыбу? Тем более. Вам не говорят о том, что вы не имеете права или имеете право. Ну и не дают ведь. Вы прави законным образом отстаивать свои права. Мы столько времени уже ходим, на нас не обращают внимания. Мы разговариваем со всеми, на всех инстанциях. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас, если у вас нарушение в том, что мы находимся как будто вместе... Не как будто вместе. Вы не траккуйте мои слова двояко. Я сейчас говорю за свою мысль. Вместе. Вы стоите вместе. По вашему мнению... Я не буду тратовать закон. В законе не сказано расстояние. Арминатор публичного мероприятия, в котором вы стоите, Валентина Вячеславовна, должна отвечать за правомерность и порядок проведения. А не я ей должен указывать, какой участник с каким плакатом должен стоять. Я думаю, все правильно. Если бы администрация хотела, чтобы мы могли провести, они бы предупредили, где мы должны сделать. Ну, послали к вам это самое, да. Потому что вы очень не хотели. Все совсем не так. Очень не хотели. Все совсем не так. И совсем так. Мы познакомлены. Мы не знаю, с чем вы познакомлены. Значит, пожалуйста, не надо перевирать мои слова. Вообще, это очень характерно, конечно, перевирать то, что мы говорим. Никто не перевирает. Извините. Извините. Хорошо, хорошо. Сейчас будет одиночное пикетирование. Еще раз, как все это происходит? Андрей Федорович. Я знаю, сейчас будет одиночное пикетирование. Все. Мы все поняли. Сейчас будет одиночное пикетирование. Моего плаката не было заявлено. Не было, поэтому я друг вне прошла с я одиночкой. Я одиночка. Как вам по имени общества обращаться? Нина Яковлевна. Нина Яковлевна. Я понимаю, что вы можете говорить, что вы одиночны, ваши действия не носят групповой характер, направленный, но все-таки стоит за спиной, у меня стоял организатор мероприятия, в котором мы... Я не видела, я вот только-только ее увидела. Хорошо. Она подошла туда, чтобы она суть была. Значит, ваше общение совершенно четко зафиксировано документально. И чтобы все было понятно, вы сейчас получили официальное уведомление представителя власти о законности вашей действия. Ну, можете прислушаться... В чем моя незаконность? Я одиночка, мой слава не заявлен. Скажите, я что нарушила? Я одиночка со своим плакатом. Я могу, я имею право это делать. Я одиночка, я стою со своим плакатом, он не заявлен никуда. Почему я не могу стоять? Я ничего не попираю, никакого закона. Дальнейшие ваши действия, как вы понимаете, будут в административном порядке рассмотрены. Я думаю, давайте, чтобы не припираться, чтобы здесь действительно не портить праздник. Действительно праздник большой, он готовился. Давайте достаточное количество времени, 10-15 минут вам хватит. 15 минут. До двух часов будет одиночка. Которых я не совершаю. Я одиночка, мой плакат не заявлен. Я пришла одна. То есть вы считаете, что это исключение обстоятельств? Да. Что пришел человек с плакатом из такого же направленности приблизительно и проводит публичную акцию в тот же время, что и вы? А что тут такого? Если мы услышали о том, что есть праздник, мы сюда идем, мы хотим, чтобы люди узнают... Просто в это же время, в этом же месте было подано уведомление представителям общественной организации, которая здесь же присутствует, которая была с вами. Не было общественной организации. Я... Общественной... Нету общественной организации такой. Поэтому давайте... Такой организации общественной нету. Не направляя ситуацию, мы думаем, что решили. Есть ответ правительства Мурманской области, который кулон Александр Собор не является общественным объединением. Давайте, чтобы мы не полемик, не привлекали излишнего внимания. Люди пришли сюда отдыхать, прежде всего. Приехали посмотреть. Оф, здесь. Правильно. Приехали на праздник посмотреть, а не то, как мы тут выясняем отношения по поводу законности и незаконности действий. Ну, это же настрадит. И моя задача, прежде всего, общественный порядок охранять и обеспечивать, в том числе, префектировать. Я вас прошу.